МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Республика в цифрах за 9 месяцев этого года. Итоги работы по всем направлениям от социального до промышленного подвели на еженедельном совещании в Доме правительства. В рост ушли индексы промышленного производства 101% и потребительских цен почти 103%. Это в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Цены на продовольственные товары повысились на 1,8%. Непродовольственные товары 3,3%. Услуги 4,1%. Сезонное снижение цен на овощи и мясо в октябре-ноябре должно сдержать инфляцию. Причина тому – рост производства этой категории продуктов, включая молоко и яйца. Также собрано 628 тысяч тонн зерна. А вот с картофелем и свеклой дела обстоят хуже. Из-за засухи в пяти районах был объявлен режим чрезвычайной ситуации. На долю этих пяти районов, где отмечена засуха, приходится 41% картофеля, выращиваемого в товарном секторе, 39% овощей и 30% зерновых. В секторе строительства наблюдается прирост. В эксплуатацию введено более 350 тысяч квадратных метров жилья. Это 102% в сравнении с девятью месяцами прошлого года. Однако есть три проблемных объекта. Дольщики обманутые, не обманутые. По одному из объектов, это застройщик Артонстрой, определился новый застройщик. Это СМУ-58. Далее по двум... Схема будет работать до конца? Схема планирует работать. Что касается позиции пять, соревновая работа идет с инвесторами. Есть интерес странно-застройщикам. Работа идет, это общие слова, понимаете. Конкретно там что сделано? На сегодняшний день пока не определили застройщика. Плохо. Идет работа с инвесторами, да. Что касается позиции застройщика Победа, на завершающей стаде находится данная строительство. Фактически вопросы по земельной, которые ограничивали, они на сегодняшний день не решены. Планируем завершить. Продолжается ремонт дорог. На сегодняшний день обновлено 242 километра автодорог из 300 запланированных на этот год. Запуск второй очереди Московского моста планируется на 27 ноября. В рамках проекта «Ипотека и арендное жилье» в Чебоксарах предусмотрена реконструкция дорог в микрорайонах Новый Город, Солнечный и по улице Асламаса. Теперь касаясь контракта «Элит-строил», сейчас вы показали, «Солнечный». Четыре участника участвовало, участвовало в контракт, ну почти на 250 миллионов рублей. Дорис там участвовал. Участник номер один, участник номер четыре, допущенные к торгам, не подавали ценовые предложения. Это о чем говорит? Это говорит о том, что четыре подрядчика между собой негласно договорились. «Элит-строил» «Элит-строил» перезарегистрировался уже совсем в другом регионе. Но самое главное, они зарплату, которую в смете, контракте, под общей стоимостью вписано, они даже 50% не выплачивали и, скорее всего, не выплачивали. Надо проверять дальше, какой уровень зарплатный. На рынке труда сейчас официально зарегистрировано 3,5 тысячи безработных. По статистике, за первое полугодие 86% обратившихся в службу занятости трудоустраиваются. По этим показателям Чувашия занимает второе место среди регионов России. Самые востребованные у нас на сегодняшний день врачи, воспитатели, медицинские сестры, водители, 705 водителей требуются, грузчики. Средняя зарплата по вакансиям составляет 18 324 рубля, что на 3% выше, чем по аналогичному периоду прошлого года. Отдельная тема – мусор в Новочебоксарске. Во время очередного визита в город Спутник глава Чувашии убедился, что эта проблема так и не решается. Вы мне докладывали, мусора в Новочебоксарске не осталось. Все вычистили. Дальше. Вот там вот такие контейнеры стоят. Это рядом Стельниковской рощи. Рядом, чуть повыше, вон здание Новое виднеется. Это конноспортивная школа. У нас здесь управляющие компании. Это что же? Каждый директор зацепился, они хотят работать. Я говорю, если вам не нравится работать, не успеваете, по компетенции не можете, я говорю, освободите для других. Но они не освобождают свои должности. Освобождайте в дальнейшем всех тех, кто мусором не справляется. Михаил Игнатьев также отметил, что по внешнему облику города и оперативности решения проблем оценивается уровень компетентности и руководства муниципалитета. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, Республика. Аграрии Республики продолжают реализовывать инвестиционные проекты. Сегодня в Урнарском районе открыли животноводческий комплекс. В каких условиях здесь будут выращивать телят, посмотрел и глава Чуваши. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Если свинина и крупнейший агрохолдинг региона обеспечен полностью, то в Говядине здесь пока испытывают дефицит. С открытием нового комплекса эта проблема будет решена. Два, один, ура! Сейчас заполнен только один из корпусов. В ближайшие годы поголовья рассчитывают увеличить. В новом телятнике оборудовали две тысячи мест. Но даже с таким большим стадом смогут управиться пятнадцать рабочих. Это инновационный комплекс. За большинство процессов отвечает автоматика. Дойдет поголовье с запуском этих телятников до шести тысяч и более. Уже производство мяса, если мы до этого производили мясо крупного рогатского 400-500 тонн, то дойдет планируем до 1300 тонн мяса крупного рогатского нам годовая потребность нужна мясо крупного рогатского 3500 тонн. Телятник был возведен за полгода. На реализацию проекта направили порядка 200 миллионов рублей. Глава республики отметил, что с выходом на полную мощность проблем с реализацией продукции агрохолдинг не будет испытывать. Причем речь не идет не только о мясе, но и молоке. Недавно открытый в столице региона завод нуждается в больших объемах сырья. Сегодня выгодно работать в сельском хозяйстве. Мотивации хорошие, цены как никогда в этом году благоприятные и те на самом деле которые занимаются ответственно эффективно разведением крупного рогатского скота, развитием племенного дела, в данном случае черно-пестрые породы, получают дополнительные субсидии и практически цельномолочная продукция сегодня это тоже выгодно производить. В перспективе 10 тысяч тонн молока они спокойно произведут. В советские период времени за такие показатели давали звание героя социалистического труда. Но сегодня героями стали работники агрохолдинга и им вручили госнаграды. Строительство животноводческих комплексов приоритетная задача. В правительстве региона для агрария предусмотрели меры господдержки. После того, как сдадим объект, можно будет получить размещение прямых затрат в размере по новым правилам 25% всех вложенных инвестиций. И на этой площадке у нас задача довести поголовье на врунарском местокомбинате до 6 тысяч голов. В этом году нам предстоит построить, сдать площадки 7 тысяч стойловых мест. В том числе молочное направление. У нового комплекса посадили саженцы елей. Свою лепту в создание вечно зеленой аллеи внес и глава региона. Вместе со специалистами Михаил Игнатьев проверил и посевы озимых. Уже сегодня важно понимать, в каком состоянии находится пшеница. Ведь это залог будущего урожая. Не менее 100 тысяч гектаров озимых мы должны ежегодно сеять. Почему? Потому что озимые дают гарантированный урожай. И по качественным показателям, и по продуктивности одного гектара, и по урожайности. Но этот год он неординарный. Проверяет на прочность каждого сельхозтоваропроизводителя. Поэтому я поставил задачу перед руководителями сельхозорганизаций, перед вообще земледельцами, чтобы уже оценку заканчивать на этой неделе. Ну, так скажем, до 30 октября. Если на самом деле уже видно оружие такой, что могут не перезимать, надо закупать семена, надо закупать другие материально-технические средства для того, чтобы весной на этих полях провести дополнительные работы. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев Республика. В Чебоксарах завершается осенняя уборка территории от мусора и листьев. Подходит к концу и плановый ямочный ремонт дорог столицы. До первого снега все работы должны завершить, отметили сегодня в администрации города. Серьезная задача стоит перед образовательными учреждениями и правоохранительными органами. Профилактическая работа среди подростков должна выйти на новый уровень. По итогам девяти месяцев уровень преступности среди школьников по сравнению с прошлым годом в целом снизился. Однако есть ряд школ, которые находятся в зоне риска. Сегодня на внутришкольном учете стоит более пятисот несовершеннолетних, более трехсот в районных комиссиях по делам несовершеннолетних. Все они очень нуждаются в психологическом сопровождении специалистов. В свете последних событий печальных, трагических, которые произошли в городе Керчи, что производится сейчас в нашем городе по нашим учебным заведениям. На сегодняшний момент усилены меры безопасности в детских садах и школах. Усилен пропускной режим таким образом для того, чтобы не было прохода на наше образовательное учреждение. Кроме того, выявлены в результате прошлой недели ряд недостатков по некоторым образовательным учреждениям. Были приняты меры, в том числе и дисциплинарного воздействия на администрацию образовательных учреждений, чтобы был усилен контроль. Это только начало большой работы. Уже на этой неделе вопросы безопасности обсудят на городском совещании совместно с правоохранительными и контрольно-надзорными органами. Игра вне закона в Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых человек, обвиняемых в организации горного бизнеса. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета с ноября 2016 по февраль 2018 года, четверо обвиняемых открывали подпольные игровые салоны в помещениях без опознавательных знаков по шести адресам в Чебоксарах. В них и шла азартная игра. В результате ими был незаконно извлечен доход на общую сумму свыше 5 миллионов рублей. Один из вышеуказанных фигурантов и пятый обвиняемый 23-летний молодой человек с июля по октябрь прошлого года в одном из вышеуказанных помещений незаконно организовали деятельность закрытого покерного клуба, где нелегально проводили азартные карточные игры в покер среди определенного круга постоянных посетителей. В результате злоумышленниками был извлечен незаконный доход в размере более 60 тысяч рублей. Противоправная деятельность обвиняемых была пресечена в феврале этого года в результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями Следственного комитета и сотрудниками Управления ФСБ России Почувашской Республики. Всего по уголовному делу проведено более 10 обысков, изъято 84 игровых автомата, иные предметы использовавшиеся обвиняемыми в своей противоправной деятельности, а также денежные средства. Свою вину они в полном объеме признали, ходатайствовали рассмотрение уголовного дела судом в особом порядке судебного разбирательства. В эти выходные в Новочебоксарске прошла спартакиада среди женсоветов города химиков. За состязаниями наблюдали и мои коллеги. Они начинают новую жизнь не с понедельника, а с утренней зарядки. Подтянутые, энергичные и азартные участницы физкультурно-оздоровительной спартакиады среди женщин в очередной раз доказали, что тот, кто любит спорт, тот здоров и бодр. Впервые подобный спортивный праздник состоялся в Научебоксарске пять лет назад. Тогда представительницы женсоветов города спутника выставили всего девять команд. В этом году их число увеличилось втрое. То, что сегодня увидел, меня поразило. Меня поразило то, что Научебоксарске, но я так понимаю, это во всей Чувашии, очень как бы трепетное отношение к здоровому образу жизни. Когда я посмотрел, что женсовет Научебоксарске организовал такое мероприятие, это не первый год, а уже шестой год, это уже системность проявляется. Все больше и больше людей увлекается в такую активную жизнь через спорт. И это только идет на пользу всем и лично человеку, района, города, деревни, республика, целый мир России. Веселые старты, плавание, шахматы, шашки, настольный теннис, дартс, пионербол и ритмика. Набор дисциплин весомый. Каждая участница смогла проявить себя и получить заслуженную награду, как, например, Нина Терентьевна Степанова. В нашем коллективе такие замечательные девчата. Я хочу сказать большое спасибо моему коллективу. Вот это сегодняшнее поздравление, которое я получила, и ценный подарок от главы Чувашской республики, это их труд. Я просто, я считаю, что я просто организатор. Они воплощают мои, может быть, какие-то идеи. Я несу я несу им в клуб, делюсь ими. Они меня всегда во всем поддерживают. У нас и девиз такой, возраст прекрасный, душа молода. И мы не сдаемся нигде, никогда. И мы живем по этому девизу своему. И мы действительно добиваемся своих поставленных задач. Такие физкультурно-оздоровительные спортакиады очень сплачивают уверенные организаторы праздника. Это помогает привлечь внимание к регулярным занятиям физкультуры и спортом женщин разных возрастов. Спортивные праздники они и вдохновляют, и подбадривают. На этой основе воспитываются и дети, и внуки, и внучки. И то, что оригинальное отделение Совета Женщин Республики под эгидой Алептины Николаевны, главные мамы города Новочерпоксарска Натальи Григорьевны собрались. Столько команд. Я просто рад и счастлив Егор. Будут победители, будут чемпионы. Я в этом не сомневаюсь, я абсолютно уверен. Но за то, что они собрались, как сплоченная одна команда, они будут делать только добрые дела, они будут побеждать все трудности, и город Новочерпоксарс будет еще краше. Галина Титарчук, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. Далее вас ждет полезная информация. Качество, которому доверяют в столице Чувашии, приехала уже полюбившаяся чебоксарцам выставка Кировской меховой фабрики. Норка, лиса, нутрия, куница. Современные классические модели порадуют любую модницу. Я ждала сегодняшнего дня, и вот видите, как я рано пришла, в 11 часов, выставка только открылась, чтобы было из чего выбрать, чтобы там не остатки подбирать какие-то, и вот мне кажется, я нашла так быстро еще продавцы очень внимательные, сколько они мне тут предложили, и я, по-моему, уже остановилась на том, что мне надо. Шубы классического А-силуэта или прямые, до середины бедра или до колена, с отложным воротником или капюшоном. И все это на любую фигуру с 38 по 64 размер. Графит, пастель, жемчуг, акрасмеха настолько разнообразен, что придется по вкусу даже самым требовательным покупательницам. Ну и, конечно, в таких шубках не страшен ни сильный мороз, ни ветер. На нашей ярмарке возможно любую шубу приобрести как за наличный, безналичный расчет, так и оформить в рассрочку до двух лет без переплаты, не переплатив ни копейки. Необходим только паспорт, а также 10 минут свободного времени. Оформление здесь на месте. Елена Иванская пришла выбрать себе подарок – норковую шубку и сразу же влюбилась в эту модель. Девушка пришла на выставку, подготовленная. Заранее скачала с сайта компании промо-код. По нему скидка на любую модель 20%. Я тут уже проверила, подергала, тряпочкой протерла. В общем, все как полагается. Продавцы сказали, что у них в основном весь ассортимент этого года, что немаловажно для норковой шубы. Здесь и тепло, и красиво. Чувствуешь себя женщиной, как раз оденешься в шубе норковой. Сейчас здесь действуют заключительные скидки этого сезона от 20 до 50% на норку. Кстати, для пошива используется только российское сырье. Выставка Кировской меховой фабрики работает с 10 утра и до 7 вечера. Вас ждут в ДК тракторостроителей. Торопитесь, выставка Кировского меха пробудет в столице Чувашии лишь два дня – 22 и 23. 3 октября.